На пресс-конференции, посвященной эстафете Олимпийского огня, которая состоялась сегодня в Чебоксарах, журналистам еще раз рассказали об основной миссии этого масштабного мероприятия, отметили его значимость для республики. Один из самых, наверное, главных, самых спортивных, самых массовых мероприятий. Мы гордимся тем, что мы в этом году попали в Книгу рекордов России, Книга рекордов Евросы, Европы, самая массовая зарядка со звездой проходила у нас в Чебоксарах. И мы хотим, что на этих мероприятиях еще больше горожан активно участвовало. Как отметил председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин, наша республика внесла достойный вклад в развитие российского спорта и международного спортивного движения. С 52-го года в Олимпийских играх участвовали более 40 уроженцев Чувашии. Имена наших выдающихся спортсменов известны всему миру. За последние годы в Чувашии в развитии физкультуры и спорта сделано очень много. Мы значительно усилили материально-техническую базу. В каждом сельском населенном пункте у нас открыты физкультурно-спортивные фоки. Ведется реконструкция объектов, которые задействованы в подготовке наших олимпийцев, участников международных соревнований. Уже не один раз проходил чемпионат России по легкой атлетике. Сегодня принято решение о строительстве у нас биатлонной трассы, которая должна быть базой для подготовки олимпийцев для российской команды и, соответственно, их участия в международных соревнованиях. Столица Чувашии станет 95-й остановкой в путешествии олимпийского огня по стране. В эти минуты в Чебоксарах завершаются последние приготовления к мероприятию. Уже завтра, 27 декабря, в 12 часов сюда на специальном поезде прибудет главный символ предстоящих сочинских игр. Маршрут путешествия олимпийского огня составит более 30 километров и объединит главные достопримечательности города. Одним из самых зрелищных этапов эстафеты станет Красная площадь, куда через дорогу к храму огонь доставят на санях с Дедом Морозом в сопровождении конных стражников. В 17.30 на сцене перед Чувашским драмтеатром имени Константина Иванова начнется общественное празднование, кульминацией которого станет трактор-шоу. Через 20 минут эстафета продолжит движение. Основная площадка – это стадион Олимпийский. Там вчера буквально мы завершили уже монтаж такого огромного сценического комплекса. Здесь у нас предполагается и фейерверк-шоу, и лучевое лазерное 3D-шоу. У всех таких нюансов не буду останавливаться, чтобы что-то осталось таким сюрпризом, изюминкой. Я думаю, что концертная программа и вообще творческая часть празднования, общественного празднования эстафета Олимпийского огня будет интересной. Огонь по Чебоксарским улицам понесут 160 факелоносцев. Среди них люди самых разных профессий – спортсмены, общественные деятели, представители сферы искусства, педагоги, врачи и другие. Своими эмоциями в преддверии эстафеты поделился единственный спортсменов Чувашии, чемпион зимней Олимпиады 1972 года Владимир Воронков. И вот такое ощущение, что я как будто вновь окунулся, побывал или побываю на Олимпийские игры. Такое же большое волнение, так же я уже сегодня ночь посудил, плохо спал. Поэтому еще раз спасибо тем, кто доверил мне нести факел Олимпийского огня. Оказаться в числе факелоносцев повезло и жительнице Новочебоксарска Кристине Савицкой. Среди спортивных достижений девушки – участие в молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике. Также Кристина является чемпионкой России по семиборью в 2012 и 2013 годах, участницей Олимпийских игр в Лондоне. Готовишься к этому событию? Как сказать, таким образом буду приобщена к зимней Олимпиаде, не только к летней. И это такой большой праздник для нашей страны. Поэтому очень волнуюсь и жду этого. Эстафета традиционно завершится зажжением городской чаши огня. Ее, кстати, тоже презентовали в рамках пресс-конференции. Здесь также было отмечено, что чаша останется в Чебоксарах, как частичка одного из главных событий в истории отечественного спорта. Продолжение следует...